Йоу, всем привет, всем привет, с вами ваш я, братишки Чипинкос. Всех приветствую на своем канале на ютюбе Чипинкос ТВ. Сегодня в этом видео я отвечу на вопросы людей, которые мне часто в последнее время пишут, куда и где лучше всего загрузить свои рэп-треки, чтобы получить прибыль, доход. Я уже делал, ребят, подобные видео на вот эту тематику, похожую тематику видео, но, к сожалению, эти видео собирают там тысячи-тысячи пятьсот просмотров и уходят вниз, и они все забывают. Хотя видео достаточно очень полезные были, их даже не могут найти порой. Поэтому я делаю повторное видео и более подробно вам объясню. Сразу хочу сказать, ребят, не заходите никогда на российские дистрибьюторы, которые манят своими, блять, вот этими предложениями, типа, у нас все бесплатно, загрузить сегодня свой трек и завтра пояснись миллионером с дворцом собственным. Это все наебалово, такого никогда нет, такого нигде нет, ребят. Чтобы хоть что-то заработать, вы должны, первое, проявлять активность, второе, делать какое-нибудь качественное музло и там раз в месяц загружать там пару-тройку треков, да, чтобы что-то заработать. А все остальное это пиздобольство там с сказками, с золотыми горами, типа, бля, проснись, бля, короче, там, в роскоши, да, вот, после загруженного трека. Так что не заходите на российские сайты, я, это не реклама, это тупо мое мнение. Я сел на этом собаку, я в рэпе уже 15 лет и я знаю, что я говорю, я продаю диски, у меня как и в физическом формате там продается моя музыка, так и в цифровом. Вот, сегодня я вам буду рассказывать про такой вот дистрибьютор, как Distrokid. Это самый лучший сайт, где вы можете публиковать свою музыку и получать доход. Почему я так говорю? Первое. Сайт Distrokid напрямую сотрудничает с Apple, с iTunes, да, то есть с мировым цифровым магазином. Вот, сам iTunes предлагает вам, чтобы вы загружали треки через Distrokid. Второе. Есть такой сайт TuneCore. Как вы видите, сам основатель Jeff Price рекомендует своим пользователям переходить на Distrokid, потому что это очень крутой сайт с упрощенным стилем, где вы можете, как новичок, тут же попасть там на iTunes и на все вот цифровые площадки и получать доход. Да, конечно, есть там другие сайты, SD Baby и куча других там Belief, там всякие дистрибьюторы, да, но лично я, мой вам совет, зарегистрируйтесь на Distrokid и вы поймете, о чем я говорю. Здесь все очень просто, без каких-либо косяков. Я уже год сижу на этом сайте и никакого дерьма еще здесь не увидел. 100% доход идет к вам, выводится все на PayPal без каких-либо проблем. Вот. Также здесь три, как бы, плана вы видите, да. Под этим видео я оставлю ссылку на 7% скидку вам. Если вы пройдете через мою скидку, вы зарегистрируетесь и получите 7% скидку. То есть сумма будет меньше, чем вы видите сейчас на своих экранах. Сейчас мы поговорим вот об этих планах, да. Не бойтесь то, что там, сразу говорю, что цена, да, вот здесь вы видите в долларах, да, 19, 35, 79. Это вполне нормально, ребят. Вы платите один раз в год и в неограниченном количестве можете загружать свои треки. Вот. И зарабатывать на этом. Давайте перейдем сначала к первому плану. У меня сначала был первый план. Я его купил за 19,99 центов. Вот. Дело в том, что, да, ты покупаешь этот план и в неограниченном количестве можешь загружать свои треки и идет доход. Но ты не можешь смотреть ежедневную статистику своих продаж и не можешь сделать запланированные публикации. Вот. Во втором плане это уже все доступно. Ты можешь смотреть ежедневные там продажи, ежедневную статистику, где, в какой стране тебя послушали и так далее. Плюс, если у вас бывает раздвоение личности, один артист делает в одном жанре, другой артист делает в другом, да, допустим, как Баста и Нагана, да, вы также можете себе, вам подойдет отлично вот именно вот этот план. Вот. Последний план, лейбл, да, это в основном для таких людей, кто недавно там построил там какую-то свою студию, собрал каких-то артистов, хочет выпускать артистов в разных направлениях, там, R&B, там, соло, джаз, андеграунд, рэп, различных, короче, это вообще вот этот план, это такого для начинающего продюсера, который хочет заработать, вот, и сделать своих артистов известных, вот, здесь вы видите, стоит этот план 79,99 центов, плюс 5 артистов, вот. Вот, но планы на продажи не влияют, я сразу могу вам сказать, все влияет от того, какую вы проявляете активность, какое качественное музло вы делаете, вот, и ваше желание и стремление, да, вот, основное, а планы, они не влияют на продажи, вы можете хоть самый дорогой, бля, тариф купить, бля, здесь, но это на доход не влияет, а можете первый план взять и нормально зарабатывать, все зависит от вас, деньги приходят раз, два, три месяца, вот, смотри, как вас рассчитают, и вы можете свои деньги выводить на PayPal. Переходим к моему банку, ребят, многие мне говорят, сколько на дистракит можно заработать, я, смотрите, я не особо активность проявляю на этом сайте, у меня свои дела, еще свои заморочки, вот, и то, вы можете сейчас посмотреть, что я вот заработал, я уже год на этом сайте сижу, я заработал 248 долларов 44 цента, вот. Не знаю, судить, конечно, вам, много это, немного, но с учетом того, то, что я очень лениво загружаю на этот трек, на этот сайт свои треки, 248 долларов 44 цента, это вполне нормально. Здесь вам показывается, сколько у вас, сколько вы выводили, вот, здесь вам показывается, сколько в данный момент у вас баланс, вот, я уже вывел эти деньги, у меня сейчас 2 доллара 1 цент, вот. Вот, деньги приходят раз в 2-3 месяца, вот, смотря как цифровой магазин рассчитает. Дальше, что я хотел сказать, дальше, как загружать свои треки. Чтобы загрузить свои треки, нажимайте вот на это облако, вы попадаете вот в такое вот окно. Вот, здесь вам показывается, в каких магазинах будет загружен ваш трек, либо ваш альбом, вот, Spotify, Apple Music, iTunes, TikTok, Google Play, YouTube Music, Amazon, Pandora, Deezer, Tiddle, Napster, вот. Вот, кстати, TikTok в том видео, которое я делал, еще не было тогда TikTok, он появился где-то 3 месяца назад, это новый магазин в DestroKid, вот, то есть DestroKid теперь грузит все ваши треки в TikTok, вот. Плюс последний, вот этот пункт, Medianet, по всему интернету, в плюс 150 магазинах будет загружен ваш релиз. То есть, что это означает, ну, таких мелких, неизвестных, да, там, малобюджетных цифровых магазинах, там, будет загружен ваш релиз, либо ваш трек. Дальше здесь пункт, сколько вы хотите загрузить треков. Выбирайте, да, там, например, сингл, да, хотите выпустить. Окей, поехали дальше. Здесь вам показывается, выпускался ли раньше релиз. Если да, нажимаете да, если нет, нажимаете нет. У меня все выпускается только в новинку, поэтому у меня всегда здесь галочка на no стоит. Дальше. Артист. Как зовут артиста? То есть, здесь пишите свой никнейм, я написал Chipping Cause. Дальше переходим. Дата релиза, да. Еще раз напоминаю, ребят, только во втором плане можно делать запланированные публикации. То есть, я вот сегодня загрузил, да, вот у нас сегодня 24 февраля. Я, например, сегодня загрузил релиз, пойду заниматься своими делами, он у меня только в марте выйдет, допустим, да, хочу. Это можно только делать в втором плане. В первом плане у вас так не получится. В первом плане, вот вы сегодня загрузили, вот на эту дату и загрузится релиз там через 2-3 дня. Будет считаться, как в это число он загрузился. Вот. Здесь оставляйте все как есть. Вот. Не надо трогать этот пункт, он вообще бесполезный. Дальше, как называется ваш лейбл. Ну, судя по всему, то, что я выпускаю треки на своем лейбле, я написал Chipping Cause Records. На моей студии выпускаются треки, поэтому я пишу Chipping Cause Records. Дальше здесь кавер вашей обложки, да. Вот. Сделайте там какой-нибудь кавер качественный, нарисуйте любой, да. Но чтобы он был в 3000 на 3000. И что мне нравится в DistroKid, он не ебет мозги, как другие там дистрибьюторы, да. У тебя там, блядь, царапинка, блядь, какая-то там пылинка на твоей обложке. У тебя там взади какая-то женщина стоит у тебя. То есть он в основном мозги не ебет. Вот как вы загрузили кавер обложку, так она и загрузится, и все будет нормально, вам не будут ебать мозги. Вот. Если, конечно, там не деревянные какие-то члены будут там на изображениях ваших, чтобы модератор не принял это. Вот. В основном все принимают, без каких-либо проблем. Дальше. Язык вашего трека. Здесь выбирайте, какой язык вашего трека. У меня по автомату стоит English, и все нормально. Вот. В каком жанре вы исполняете вашу песню? Здесь выбирайте, в каком жанре вы исполняете. Там это может быть блюз, кантри, комеди, вот, фолк. Я выбираю хип-хоп. Плюс здесь пишет, пишет дополнительный жанр. То есть, что такое дополнительный жанр? То есть, если у вас трек в стиле хип-хоп, либо рэп, Да, и есть какая-то там примесь, допустим, жанра, бля, там, не знаю, джаз, да, например, там труба какая-то игра. Есть примесь какого-то джаза. Вы можете указать дополнительный жанр, как джаз. Вот. Дальше. Название вашего трека, я не знаю, любое название, давайте дадим. Чинг, король, да, например, будет называться мой трек. Вот. Дальше вы загружаете сюда сам файл трека. Вот. Нажимаете, загружаете. И еще, вы, чем дистракит удобен? Вы можете тупо загружать в mp3 формате. То есть, он принимает даже mp3. Вот, посмотрите сюда. То есть, вам не надо, там, конвертировать его в wav, да, потом только грузить. Вы можете сразу в формате mp3 грузить на этот сайт, и он примет без каких-либо проблем. Дальше этот пункт не трогаем, так как есть, оставляем, бесполезный пункт. Так. Здесь вам пишут, кто написал музыку и кто написал текст. Я всегда пишу. Музыку написал Chupinkos в основном. Там, все сделал, короче, текст, все сделал Chupinkos. И продюсер трека Chupinkos. Вот. Если, конечно, вам кто-то написал музыку, там, обязательно укажите там, например, Андрей, да, например, я не знаю, или еще там кто-то. Вот. Ну, у меня в основном вот так всегда стоит, потому что я сам все делаю. Вот. Дальше здесь пункт у нас. Если у вас в треке мат. Если у вас есть мат, пишите есть. Если нету, пишите нету. И еще хотелось бы сказать, ребят, если у вас в кавер вашей обложки есть значок ненормативная лексика, то обязательно нажимайте Yes. Да, потому что если вы нажмете No, а модератор увидит, что у вас как бы в кавере присутствует вот эта надпись, он не примет ваш релиз. Поэтому все делайте здесь максимально честно, без каких-либо наебов и так далее. Вот. Все. Загружайте честно и публикацию получаете честную, быструю. Дальше. Здесь. Как хотите, можете нажать на этот пункт. У меня стоит No, короче, вот здесь. Тупо No. Неинтересный вообще, бесполезный, короче, пункт. Здесь вам пишут, инструментал, является ли ваш трек инструменталом. Если вы битмейкер, то всегда пишите, всегда нажимайте на второй пункт. То есть, в треках, в треке моем только музыка, но нету слов. Так как у нас есть слова, мы нажимаем, конечно, на первый. То есть, в треке есть и музыка, и слова. Вот. Это такой вот пункт. Типа, либо ты битмейкер, либо ты не битмейкер. Вот. Музыку можно продавать не только, как бы, с речитативом, да, там, либо песню. Вы можете продавать музыку, как битмейкер, просто биты свои выкладывать и зарабатывать нормально. Вот. Дальше. Это тоже бесполезный пункт. Оставляйте все как есть. Вот. С этими галочками. Дальше у нас пункт, сколько будет стоить ваш трек. Какую цену вы хотите поставить на свой трек. Вы можете выбрать первый пункт, 0.69 центов. Вы можете второй пункт выбрать, 0.99 центов. И третий пункт, мажорный такой, доллар, 29 центов. Но каждый оценивает свой трек, как считает нужным. Я тупо нажму на серединку, 0.99 центов. Это почти один доллар. Если кто-то купит ваш трек, вы получите тут же один доллар. Дальше. Пункт. Дальше переходим к этим пунктам. Хотите ли вы, чтобы инстаграм и фейсбук распознавал ваши треки. Вот. Загрузил там ваши треки. Нажимайте на эту галочку. Она бесплатная. Вы видите. И вот тут же видим на второй. Второй. На втором пункте у нас написано. 70, то есть 7 долларов 95 центов. Store Maximizing. Что это такое? Максимальная. Максимальное количество в магазинах будет отправлен в ваш релиз. Если вам недостаточно из тех, то что мы видели там, вот из тех планов, то что вот мы видели iTunes, Spotify, TikTok, Amazon. Если вам этого недостаточно, то вы можете воспользоваться вот этой функцией Store Maximizer. То есть максимальное количество будет распространен ваш релиз. Там, я не знаю, он в Африке будет даже этот релиз ваш. На сайтах Африки музыкальных, там, я не знаю, там, в Антарктиде может быть даже появится ваш релиз. То есть это максимальное количество, чтобы ваш релиз вообще все дыры, короче, закрыл. Вот. Но лично я вам скажу, этот пункт такой бесполезный тоже. Вот. Никакого толка от этого нет. Я покупал пару раз, но эффекта от него никакого. Поэтому я оставлю его пустым. Дальше. Третий пункт. Shazam и iPhone Siri. 0,99 центов стоит эта услуга. То есть что это такое? Хотите ли вы, чтобы ваш трек распознавал Shazam либо iPhone Siri? То есть бывает такое, когда ты там в магазине где-то еще играет там в клубе ваш трек, и люди не знают исполнителя, да. Им как бы иногда бывает стыдно спросить. Там иногда бывают люди скромные, и они тупо включают Shazam и узнают исполнителя этого трека. Открывают iTunes и покупают ваш трек. Также бывает такое, когда ты смотришь на YouTube всякие там нарезки видео, и там ваш трек играет, да, под этим видео. И люди не знают, что за трек, они не знают исполнителя, и они тупо включают Shazam, подносят свой телефон к этому звуку, и функция тут же им дает понять, кто является исполнителем этого трека. Так что если вам нужно, вы можете нажать на эту галочку. С вас снимут 99 центов. Вот. И последний пункт Legacy. Он очень такой печальный, жесткий, но реальный. То есть, функция стоит 29 долларов. Это, короче, нам говорит о том, если вы, короче, завтра, я не знаю, что с вами может случиться там, умрете, то есть, никогда ваша музыка не исчезнет в цифровых магазинах, она будет жить вечно, короче, никогда не удалится. Вот. Эта функция стоит 29 долларов, потому что все бывает, конечно, в этой жизни. Вы можете сейчас выйти, на вас упадет кирпич, можете там, я не знаю, под машину попасть, еще что-нибудь. И у вас будет вот такая вот подстраховка, да, что даже если что-то с вами случится, ваши треки никогда не удалятся, и они будут всегда находиться в цифровых магазинах, и всегда ваша музыка будет жить. Вот это такой вот пункт. Если вам нужно, нажимайте. Вот. И дальше следующие пункты идут, они все бесплатные, все нажимайте вот здесь галочки. Все. Это здесь, короче, я, дестракит вам говорит, хотите ли вы, чтобы ваша музыка появилась на YouTube Music, чтобы там люди слушали вашу музыку, там, вы будете получать роялити с воспроизведения, со скачивания, дестракит вам будет отправлять деньги. Все, нажимайте ОК, вот здесь, и нажимайте вот эту кнопочку. Вот. И через 2-3 дня ваш релиз будет в цифровых магазинах. Вот, в принципе, и все. Вот так вот все очень просто. Даже бывает такое, что я, например, нажму на эту кнопку, да, на синюю вот эту, и бывает такое, через 2-3 часа уже мой релиз на iTunes. Я сам в шоке иногда бываю. Да, видимо, бывает там какое-то время, когда там модератор проверяет, и попалось так, что он тут же увидел там мой релиз, я опубликовал его, и через 2-3 часа он уже в iTunes. А может быть такое, что дестракит же, он работает с iTunes и напрямую, и поэтому тут же выкладывает это туда. Так что вот такой вот сайт, ребят, решать вам, пользоваться им, не пользоваться, но я вам советую от души лично, да, мне, что, это не какая-то там реклама, мне дестракит за это не платит ничего, ни рубля. Да, я чисто вам вот такое видео делаю, вот, потому что вас могут там наебать всякие там российские дистрибьюторы, которые там, я тоже попадал на эти грабли, да, когда-то, да, в свое время, когда еще менее опытный был в цифровых вот этих всяких дистрибьюторах, вот. Поэтому покупайте план за 19,99 центов, вот. Ссылку под видео я вам оставил уже, переходите через эту ссылку и получайте 7% скидку, вот. Вам это обойдется очень дешево, если вы перейдете через мою ссылку и зарегистрируетесь. Но если вам это не надо, вы можете просто зайти на дестракит и зарегистрироваться так. Но я вам ссылку оставляю от души, чтобы вы зарегистрировались, получили скидку и наслаждались, загружали свои треки и получали деньги, короче, вот. Без всякого какого-то там наебалого, мошенничества и так далее. Я вот уже сижу год на этом сайте и я менее активен здесь, да, но мне все нравится, как вы видите, я получаю деньги и никаких проблем, короче, здесь нет. Спасибо всем, с вами был я, ваш братишка Чупинкос, вот. Пользуйтесь сайтом дестракит, под этим видео я оставлю ссылку, переходите, регистрируйтесь. Я хуёво вам не пожелаю, вот, вот, поэтому вот так вот. Дистракит номер один, дистрибьюшн. Пока.